Паноптикум. Всем привет, дорогие друзья, это Паноптикум на телеканале Дождь. Меня зовут Анна Немзер, а главный герой сегодняшней программы Александр Невзоров. Здравствуйте, Александр Невзорович. Да, привет, Анечка, привет, рад вас видеть. Мы сегодня без Уткина. Это печально. Он просил передавать привет. Да, это печально. А чем занят Василий вдруг? Ну я же не... Он давно предупреждал, что в этот четверг он никак не сможет. Предупредил сильно заранее, человек имеет абсолютное право. Не знаю, чем занят. Надеюсь, что в бодром здраве. С нами наш летающий монстр, который в течение программ выбирает какое-то одно тайное слово, реагирует на него, прыгает. И задача зрителей понять, что это за слово, прислать нам в чат или в твиттер с хэштегом Паноптикум и получить в подарок за это месяц подписки на телеканал Дождь в случае верного угадного слова. И мы переходим к нашим темам. Поехали. Значит, мы все равно будем говорить про текущие события и будем говорить про то, что происходит с московским протестом. Потому что совершенно невозможно ни на что другое переключиться, потому что все новости, которые приходят каждый день, а их прям много, они прям пачками приходят каждый день, они все так или иначе завязаны на московские события. Это называлось предвыборной ситуацией. Сейчас это уже поствыборная ситуация. Уже про выборы все забыли. А московское дело идет, и в нем много новостей. Значит, я даже не знаю, здесь есть одна такая большая тема, которая сейчас раздробится на много разных подразделений. Для начала Виктор Золотов сообщил нам, что он сейчас будет заниматься распределением сроков, сроков уголовного дела. Значит, он сказал, что актеру Павлу Устинову, который якобы вывихнул причо Росгвардейцу на видео, видно, что он этого не делал. Но вот ему действительно срок можно скостить, сказал Золотов. Но тогда вот эти вот оставшиеся от него, там дать ему год условно, но оставшиеся от него два с половиной года припаять к сроку другого осужденного по этому делу Синицы. Вслед за этим прокуратура попросила изменить меру пресечения Павла Устинова. Актеры, коллеги по цеху Павла Устинова вчера вышли к администрации президента, стояли в одиночных пикетах, в очереди к одиночному пикету. Их было очень много, они записывали видеоролики и так далее. Кроме того, начался шквал писем самых разных. В общем, обо всем этом надо говорить. Давайте просто по стадиным. Письмом перейдем потом. Что с Устиновым и как вам вообще все это видится? Анечка, вы знаете, вот все эти новости, это как некие леденцы, и эти леденцы сосут все, да? Причем, пососав, вкладывают в рот товарища. Давайте не будем уподомляться, и давайте не будем обсасывать конкретные новости, потому что у нас есть с вами задачка поинтереснее, и все-таки немножко другой уровень. Вот мы можем обобщить все происходящее, ведь никто и не заметил, как, собственно говоря, протесты во всех их видах, со всеми их втекающими, и, простите, вытекающими, стали одной из, ну, пожалуй, вообще основной темой всех повесток, всех дней. Эти протесты возникают, разгораются везде, и карта несчастной России уже напоминает прям вот почти ту самую карту, которую предъявляли Ленину с Гойл-Ро, где то там, то тут вспыхивает. И мы видим, что вспыхивает, и мы уже не имеем никаких оснований сомневаться в том, что вспыхивает реально. И на фоне всего этого вспыхивания кремлевский дракон делает вид, что дрыхнет, да? И никто не понимает, что там происходит под его чешучатыми веками, да? То ли глаза уже наливаются таким рубиновым огнем ярости, то ли эти глаза уже гаснут, да? И что происходит в этом воспаленном мозгу этого дракона? Но понятно, что дракон не может не замечать происходящего, что создаваемая им реальность так долго и скрупулезно, так тщательно и так, в общем, самоотверженно, будем называть вещи своими именами, создаваемая им реальность как минимум не склеивается и как максимум распадается, да? Ведь я вам всегда говорил, а вы всегда закатывали глаза от моего прагматизма и от моей циничности. Я всегда вам, Аня, говорил, что причиной всех трагедий России, по крайней мере, трагедий политических, социальных, трагедий справедливости, трагедий судебной системы, трагедий пенитенциарной системы, военной трагедии, основной причиной трагедии является культура России, которая воспитывает вот эту вот, и мы это видим, всю эту концентрацию этой культуры, как, кстати говоря, в самом Владимире Владимировиче, так и в вообще принципе существования КГБ, которая тоже мифологическая структура, структура, которая бьется за торжество мифологии над реальностью, за преваляцию идеи над здравым смыслом. Раньше это была там идея жандармских третьих отделений, идея православия, самодержавия, народности, потом это стало идеей ленинизма, коммунизма и социализма, сейчас это идея державности, милитаризма и так далее, так далее. Вот Путин, вероятно, предполагал, что по тем старым лекалам 19 века, с их презрением к жизни людей, к их судьбам, можно отстроить некое подобие новой Российской империи, в которой люди будут счастливы. Но здесь Путина подвела его неграмотность в вопросах, потому что он знал ровно одну сторону медали. Ведь, Ань, помните, да? Ведь советчина как таковая. И спорьте со мной, если я не прав, потому что советчина ломалась ломиком Российщины, да? Был создан миф о некой такой вот, как прямо вот у... прямо гипербореи, о том, что была волшебная страна. Вот как Геродот писал свою гиперборею о том, что там муравьи из-под земли добывают золото и носят его счастливым жителям гипербореи. Вот был миф о том, что была когда-то великая прекрасная Россия, где все каблучишками щелкают, понимаешь, все в ипалетах, все крестятся, все друг друга любят, приказчики расчесаны на прямой пробора, аккуратные крестьяне и вообще какая-то великая цивилизация. Помните ведь это, да? Помню, помню. Вы договорите, я задам ряд вопросов, я прям тут все записываю. Да, и вот... То есть мне не кажется, что это было повсеместно, но понятно, что... Если зайти в русское бестро, то, да, там возвращали дореволюционную Россию. Важно. Мы говорим о том, чем ломалась Советчина, да, что противопоставлялось Советчине и что было основным, одним из основных инструментов ее разрушения. Одним инструментом были, грубо говоря, джинсы со всеми тоже втекающими и вытекающими, другим вот это вот Российщина. И никто не понимал, что та Россия на самом деле была тоталитарным адом, где все вот это благополучие, все эти иппалеты, все это порхание Зины Чегиппиус, этих Багратионов и Наташ Ростовых обеспечивали 98% безграмотных, завширивших людей, которые жили на земляных полах. Я совершенно не за социальную справедливость. Меня она меньше всего волнует. Причем эти люди, которые жили на земляных полах, они были уверены, что, например, для того, чтобы облегчить женщине-роженнице-роды, надо открыть все печные заслонки, что нужно отомкнуть все замки в избе. То есть это был примерно вот такой вот уровень. И вот в путинской схеме построения России, разрушения, которые мы сейчас видим, в общем, все хорошо, но нет одной предельно важной составляющей. Нету вот этого класса, который готов на себе нести всех этих Багратионов и Наташ Ростовых. Вот нету, да? И нету этой безграмотной массы, которая готова всех подсадить к себе на загривок и нести, потому что, посмотрите на сегодняшнее русское общество. Все согласны быть носителями Ипполетов. Кто-то хочет быть жандармом, кто-то хочет быть поэтом, кто-то желает быть желябовым, кто-то желает быть победоносцевым, но никто не хочет быть в этом спектакле путинским, никто не хочет быть тем самым завшивленным крестьянином на земляном полу, который будет обеспечивать жизнь всей этой публике. И выясняется, что Россия без товарного наличия опущенных и оскорбленных, в общем-то, существовать не может. Этого класса просто нету, да? И тут возникает простой вопрос, а вот может ли, как бы, вся эта политика Путина вернуть этот класс к жизни и каким-нибудь образом его возродить? Ань, вы когда-нибудь пробовали разварить обратно сваренное вкрутую яйцо? Да, в детстве, по-моему, было такое. У вас получилось? Разварить, в каком смысле разварить? Нет, ну вот вы сварили яйцо, вы денатурировали белок этого яйца, не пробовали ли вы вернуть его обратно в жидкое состояние обычного яйца? А, нет, вот так мне делала. А я делал, а я делал. Но, правда, не самостоятельно, а с подсказкой Филадельфийского университета, который научился это делать. Это делается, в принципе, там. Ну, это довольно просто. Надо добиться ренатурации белка. Вот вы сварили яйцо, оно плотное, такое резиновенькое, вкрутую то, что называется. Его надо обработать диамидом угольной кислоты, затем поместить в любую вихревую установку, ну, там, типа центрифуги, но только единственное, надо правильно вычислить наклон пробирки и скорость вращения. И, вы знаете, у вас получается его ренатурировать, да? То есть, но это такая гадость. Выходит такая мерзость, скажу я вам. И, более того, эту мерзость обратно превратить в крутое яйцо, крутое, совершенно не получится. Вот такая же история с этим классом, который невоссоздаваем, потому что нет никакого глубинного народа. Это мечта Владимира Владимировича, чтобы он есть. Если он не в овшах и не на земляных полах, он уже не глубинный народ, он уже публика, просто, ну, как бы, скажем так, обделенная знаниями и материальными возможностями. Поэтому, вот, все то, что происходит, да, понятно, что Золотов, ну, вот он у нас наследует традицию держиморд. Держиморды очень любят раздавать срока, очень любят, чтобы не пропал бы даром, понимаешь ли, два года строгого режима, просто потому что с кого-то срезали, надо впаять кому-то другому. Это же абсолютно Салтыково-Щедринская держимордская логика, наследованная с тех самых времен, когда всякие балконские трясли тут эпулетами. Это все пришло из русской культуры, да, и все они ее дети, дети этой мифологии, как и сам Путин. Поэтому мы видим разрушение, и, по крайней мере, не склеивание, да, невозможность это сконструировать. Поэтому, давай сейчас не будем идти по частным случаям, давай вот поймем у нас, помимо всего прочего, вдруг подали голос попики, да? Так, подождите, знаете что? Хорошо. Мы обязательно обсудим письмо священников. Я совершенно не предлагаю идти по конкретным кейсам, я просто очерчивала некоторый такой вот пунктир происходящего. У меня просто очень много вопросов, я боюсь, что мы, я не успею их задать, у нас есть сегодня много времени на обсуждение всех возможных тем. Две или три вещи я хотела спросить, специально записывала. Во-первых, я, как вы говорили, на что-то закатываю глаза, я ни на что не закатываю глаза, я уж точно ничему не ужасаюсь, но когда вы говорите, что культура губит Россию, и дальше описываете механизм, все приводит меня к тому, что губит ее все это время идеология. Идеология, это, скажем так, одна из дочек культуры. Не бывает идеологии без культуры. Идеология делается на фундаменте культуры, пользуется инструментами культуры. Правильно, это паразитирующий механизм. Какая разница? Это не паразитирующий, это трофобиоз. Вот знаете, что делают муравьи с тлей? Так, что делают муравьи с тлей? Муравьи умеют пасти тлю, потому что муравьи пользуются теми сладкими выделениями, которые образуются в результате действия и жизнедеятельности тли. Но для этого, этой тле, муравьи должны обеспечить безопасное существование. Это вообще вопрос, конечно, к мермекологам, но это вопросы еще об одном удивительном качестве муравьев как таковых. Но вот взаимоотношения культуры и идеологии это взаимоотношения муравьи и тлей. Причем непонятно, кто здесь муравьи, а кто тле. А мне кажется, что это взаимоотношения коровы. Сейчас я не биолог, поэтому я сейчас буду говорить очень приблизительно. Это будет неправильно, но у меня было ощущение, что это взаимоотношение большой коровы, в которой поселился какой-то паразит, из-за которого она, в общем, периодически страдает. Иногда как-то хвостом машет туда-сюда в надежде от него избавиться, хотя это невозможно, потому что он внутри нее, а не снаружи. И он живет какой-то своей жизнью и от нее питается, но она на больший свой процент коровьей, в общем, им очень недовольна и в гробу его видала. Правильно, но он специально использовал ее как питательную среду. Он использовал ее, безусловно. Совершенно верно. Именно по той простой причине, что эволюционно эти два организма и должны быть вместе. Вот ведь в чем неприятность-то, Анечка, да? Это правда. Дело в том, что и для него нет иной питательной среды, и для нее, на самом деле нет выбора предоставить себя в качестве питательной среды этому гаду или не предоставить, потому что этот гад это тоже эволюционное произведение, для которого тоже есть место. Поэтому вот эти взаимоотношения... Выступая адвокатом коровы, я хочу сказать единственное то, что, по крайней мере, некоторой своей частью она декларирует протест и несогласие. Хотя, безусловно, тоже без него существовать не может. Но, по крайней мере, отдадим ей должное в этом. К тому же мы знаем, что русская культура, в ней вообще вот эта граница между идеологией и культурой практически невидима. Ее, в общем-то, отчетливо не сможет нарисовать ни один самый бешеный поклонник этой культуры, потому что куда бы мы и чем бы мы ни ткнули, мы везде получим короткое замыкание, и это короткое замыкание будет вызвано именно тем, что мы опять попали в идеологию. Куда бы мы ни ткнули? В вашего ли Пушкина? В вашего ли педофила Достоевского с его мракобесием, религиозным фанатизмом? Да я боюсь, что даже если мы в нашего невзора ткнем, мы тоже на что-то напоримся. Вот в чем проблема-то? Вы знаете, опасность гораздо меньше, потому что... Меньше, но есть. Мы же наемники. Меньше, но есть. Значит, еще я хотела сказать, никакого спора с тем, что в дореволюционной России был абсолютный тоталитарный ад, быть не может. Это само собой. Но вот о чем я вас хотела спросить. Действительно убедительная картинка. Действительно, когда разрушился Советский Союз, было непонятно, а чему эта страна, собственно, наследует, на что она опирается. Был большой соблазн. И на большой процент он был использован. Взять русское бестро и распространить его по всей стране. Потом еще немножко скрепа в него вогнать. Все это было. И вот сейчас вы говорите... У меня отдельный есть вопрос. Почему вы сейчас говорите про крах путинской мечты, про разрушение путинской мечты? Вообще говорите про какой-то переходный момент. Мне хотелось бы вам верить, но мне хотелось бы каких-то еще отдельных доказательств про это. Потом поговорим. Но вопрос мой сейчас в следующем. На протяжении двухтысячных годов отсутствие этого глубинного народа, сейчас ломающее всю путинскую мечту и разрушающее всю эту концепцию, конструкцию, ну, на протяжении всех двухтысячных годов оно никак ни на чем не сказывалось, и стабильность нам обеспечивала цена на нефть и общее какое-то благорастворение воздухов. Глубинного народа готового брать на себя действительно и вволочь всех балконских, Наташ Ростовых и Желябовых, и тогда не было. Но, тем не менее, как-то справлялись и как-то выживали. И путинская мечта свела и колосилась. Чем это можно объяснить? Это можно объяснить, во-первых, так называемой динамикой, да? В первую очередь, потому что, когда мы вообще изучаем динамику, мы понимаем, что есть начальная точка, есть промежуточные некие вехи, да, и есть финальная точка. То есть у нас всегда динамика, всегда движение, это четкое временное действие. И тогда, когда это начиналось, были не растрачены иллюзии. Тогда, когда это начиналось, еще и у самого народа были иллюзии по поводу того, что народ как таковой существует. Но народ действительно в российском понятии это тот, кто готов приносить свое счастье, свою жизнь, свои наслаждения, свое удовольствие и свою судьбу в жертву либо государству, либо некоему правящему классу. Другого понятия народа в России не существует. И это тоже одна из неприятнейших подробностей, потому что сейчас никто, собственно говоря, уже такого отношения к собственной судьбе не хочет и к жизни, и даже к благополучию, не хочет демонстрировать. И это, опять-таки, ну, это некая коллатеральная разговора, мы могли бы сейчас сюда и не уходить, потому что это всего-навсего иллюстрирует, ну, нереальность путинской мечты. Мы говорим только о том, что мы еще не понимаем, что там под чешуйчатым-то черепом происходит в этом удивительном заурапсидном мозгу. Еще не понимаем, что это за мозг. И вообще у него заурапсидный или мамальный, да? Это мозг млекопитающего или это мозг рептилии, который пойдет на все ради осуществления своего идеала. Хотя понятно, что, в общем, инструментарий у него не богат. Это Золотов с его держемордовщиной, абсолютно бесплодный, не работающий, не играющий сегодня, уже осмеянный, уже мертвый, потому что вот эти все московские твои любимцы, над которыми я издеваюсь, посмеиваюсь, но которым я симпатизирую, что, в общем-то, тоже я никогда не скрывал, они уже победили. Они уже победили за счет того, что говорят только о них, что их судьбы меняют настроение целой страны. Ведь там дураки могут говорить, что вот там есть какая-то интеллигенция, и эта интеллигенция, она вот некая накипь, которая не играет никакой особой роли. Да нифига подобного. Эта интеллигенция определяет движение истории. А вот объясните мне, Александр Левч, я не знаю, кто именно мои любимцы. По контексту немножко делаю выводы, но так мне бы очень хотелось вам верить, симпатично все звучит, но если бы мне сейчас вот взять на себя роль скептика, то задам я, пожалуй, несколько вопросов, просто чтобы... Да, естественно, а как мы без скептиков-то? Ну вот, например, а что уж такого, собственно, у нас произошло, и зачем этому кремлевскому дракону сейчас вообще что-то себе такое думать? У нас писем раньше коллективных не было. Ну да, у нас журналисты написали, у нас священники написали, 100 человек, у нас там где-то на 700 человек, по-моему, на 900 человек писателей написало, врачей сколько-то, ну так вот на список посмотреть, приятная цифра, так не стыдно, но, господи, в масштабах чего у нас там? Не бывает масштабов, не бывает. Специальную теорию относительности сделал один человек, один человек, и как выяснилось, этого впал... Да, у него было много предшественников, у него была могучая база, но этого было абсолютно достаточно. Теорию условных рефлексов создал один человек, теорию ретикулярной формации создала, ну, три или четыре человека, если мы будем считать еще и двадцать. Ну, что ж вы мне-то это говорите, вы это скажите Путину, который ходил с восемью-шестью, с восьмью-дестью-шестью, господи боже мой, процентами, и все время их вот так вот носил на флаге. На каком основании он, всегда знающий, что демократия, это как большинство скажет, а большинство у нас восемьдесят шесть процентов, и им все окей, на каком основании он сейчас должен засуетиться? Я понимаю, я-то понимаю, почему он должен засуетиться, я-то вижу, сдвиги, надеюсь, мне видится сейчас какой-то переломный, переходный момент, а он-то почему должен засуетиться? Я совершенно, вы знаете, мы с ним давным-давно не общались, но я помню его, как, в общем, вполне и вполне вменяемого человека, который, в общем, тем не менее, вы знаете, вот вообще, когда ломаются мечты, рушатся мечты, рушатся некие, более того, тщательно выпистыванные, такие болезненно воспаленные, важные для тебя схемы и вещи, ты этот треск от их уничтожения, от их ломания слышишь за сотни километров, ты его чувствуешь и понимаешь, он не может этого не понимать. Александр Глебович, мы сейчас уйдем на короткую рекламу и продолжим этот разговор. Да, пожалуйста. Пожалуйста, оставайтесь на дожде. По ноптикум на телеканале «Дождь» мы продолжаем разговор. Значит, Александр Глебович, вы начали говорить про письмо священников, я вас перебила своими вопросами, все вопросы задала, вы на все ответили. Продолжайте, пожалуйста. Ну, Анечка, понимаете, я, честно говоря, не понимаю, зачем к людям, которые сделали невежество своей профессией и обязанностью и вынуждены быть неадекватными и неадекватными в своих оценках, зачем их мнению надо придавать какое-то особое значение, ведь, поверьте, мнение о происходящем имеют и артисты, и электрики, и все остальные. Я не понимаю, почему такое внимание к попам. Ведь надо, во-первых, понимать происхождение этого мнения, это не сколько политический протест, это протест против структуры церкви, это внутреннее дело, это, скажем так, скорее их ответ на те бесконечные бесстыжие поборы, которые устраивают этим рядовым попам попы со звездочками на погонах покрупнее или со звездочками на митрах, да, и с поногиями потолще, чем у этих. это мы просто прикоснулись к тому, что в поповском мире, грубо говоря, все очень непросто, но вообще их мнение не должно приниматься во внимание. Почему я об этом говорю с такой уверенностью? Потому что вот мнение, право на мнение у РПЦ по большому счету нет. Почему его нет? Потому что именно она показала, что ее рецептура построения общества абсолютно губительно, будем откровенно, назовем вещи своими именами, именно не только глупости самодурства Николая Кровавого, но в том-то и дело, что тупость, злоба, лицемерие, отсталость церкви довели страну до революции 17-го года, когда-то это было уже, это все уже произошло, и мы сегодня, видя сказочные потенциалы, глупости, злоба и лицемерия, видя их сегодня, в сегодняшней реальности, в соприкосновении с нашими интересами, мы понимаем, что да, тогда, когда она была совершенно безгранична, она могла довести кого угодно, что она и сделала, в общем-то, с тем народом, который тогда еще и был глубинным, да, вот сейчас, при соприкосновении с этой реконструкцией старой России, которую мечтал осуществить Путин, мы понимаем, до какой степени эта Россия была порочна, и что у нее не было другого пути, кроме как спалиться в огне революции, ведь все, что они предлагают, все абсолютно порочно, вот преступлением являются не аборты, а борьба с абортами является реальным, настоящим преступлением, ведь по их логике, любые, тупые, нищие, примитивные, бесправные, загнанные, должны рожать, куда им рожать, в очередной раз в вашей Москве какая-то оправославившаяся дура скинула с моста двух своих детей, одну девочку трех лет, одну девочку четырех лет, до этого какая-то такая же дура привязала скотчем на Лосином острове, потому что она выгоняла бесов, мы видим, помимо этих ярких случаев, массу случаев абсолютно безответственного, дикого, хамского, преступного обращения с детьми, потому что этих дур приговорили рожать. И мы понимаем, что любой рецепт жизни, который исходит от попов, он, в общем-то, он, в общем-то, порочен по сути, а Путин, он, знаете, он умеет отдавать такие корпускулярно-волновые указания, да, когда одновременно это и приказ, и стеб над этим приказом. Обратите внимание на стилистику его управления. И вот очень показательной является ситуация, которую мы с вами утром обсуждали, это ситуация с шаманом. Вот, к нему-то я и хотела прийти и задать в связи с ним вопрос. Я хотела спросить про письма и про письмо священников, но вот в каком контексте. У нас действительно есть история с шаманом. якутский шаман шел в Москву долгой дорогой изгонять дух Путина, кажется, так, ну, за экстремизм, в общем, закрыли парня, и судьба его пока сейчас непонятна. И я вот о чем подумала. Когда мы говорим о том, что какие-то изменения в обществе происходят, мы все-таки ориентируемся не на запах и не на атмосферу, а ориентируемся на очень конкретные знаки, выраженные, например, письмами, видеороликами, открытыми текстами, то есть нам надо на что-то ориентироваться. Письма действительно в этом ряду играют довольно важную роль. Довольно, ну, не бессмысленно мне здесь кажется цеховое разделение, потому что каждый цех сообщает не просто, что мы возмущены, а каждый цех объясняет, что нам, врачам, здесь жить больше невозможно потому-то, потому-то и потому-то. Журналистский цех сообщает, ребята, наша профессия добывать информацию, распространять информацию. Мы там были, мы все это видели своими глазами, мы все это снимали, это наше свидетельство, видео и фотосъемку суд проигнорировал, мы так не можем. Все говорят со своих сторон. Я представила себе письмо шаманов, я была бы очень рада сейчас письму шаманов, которые бы тоже объясняли, что им здесь как-то это все не нравится. Они бы вступили за товарища, а тем не менее, письмо от шаманов, письмо, дальше я начинаю говорить страшные вещи. Астрологов, письмо гомеопатов, я не знаю, кого там еще письмо. Ну, в принципе, сейчас уже есть ощущение, что чем больше, тем лучше. С этой точки зрения вы на это не смотрите? Нет, не смотрю. Мне в данном случае, вот скорее, я бы сконцентрировался на этой шаманской истории, потому что, если астрологи и гомеопаты, это просто как бы разновидности откровенных шарлатанов, то с шаманской историей мы имеем дело с очень убежденными людьми. Я, кстати, легко представляю себе, как его вентили, ведь там же, по-моему, два автобуса росгвардейцев брали одного маленького тащебороденького шамана, и я думаю, что влепят ему, конечно, обвинения в умышленном повреждении благодати в особо крупных размерах, да, а также предъявят обвинения в причинении магического вреда главе государства. По крайней мере, с этого должно начаться. И это великолепно, потому что это уже будут крайние проявления, больше ничего ему предъявить нельзя. Вот просто это и есть одинокий, гордый, смешной и очень трогательный в своей храбрости человек. тот же Путин мог бы соорудить из этого великолепное шоу, пойдя навстречу к нему, и они могли бы в какой-нибудь придорожной шашлычной часа на три закрыться и побеседовать вокруг бы. Умирали от любопытства журналисты, но в этом был бы такой большой человеческий посыл, а Путин лишний раз доказывает, что власть не нуждается в друзьях, что ей не нужны никакие смягчающие обстоятельства, что его можно действительно скрутить и за умышленное повреждение благодати в особо крупных размерах посадить. Вот завтра золотовцы вероятно узнают, нет, может быть пограничники узнают о том, что огромное количество нейтрина постоянно пересекает границу Российской Федерации. Вы же понимаете, что даже сквозь мое тело сейчас в настоящую минуту проходят примерно 500 миллиардов частиц. Совершенно свободно. И я не удивлюсь, если Росгвардию и пограничную службу с очками поставят по периметру ловить нейтрино, потому что это нейтрино откуда-то из другого мира, которым не место в российской действительности. И Кремль опять-таки из-под своих чешуйчатых век за этим маразмом будет наблюдать, как он наблюдает за подлыми судами над невинными людьми. А вы представляете себе, я неожиданно сейчас выступлю на защиту Путина, что ли, в какой бы стране мог пойти шаман, допустим, с идеей изгонять дух Макрона или, я не знаю, кого-нибудь дух Меркель, например. И я не думаю, что его стали бы сажать за экстремизм, но вот, с другой стороны, сцена с забегаловкой с шашлычной на крайне дороги мне тоже как-то не очень рисуется. В конце концов, много таких ходит изгоняющих духов оттуда, отсюда. А он уже, этот милый шаман, он уже медийное явление. Он уже не просто какой-то полудурок, одиночный, а он уже колоссальное медийное явление. А коль скоро за него так зацепилась сегодняшняя реальность, коль скоро он явно не оплативший журналистам превращен в такую глобальную фигуру, значит, в этом есть нерв сегодняшней жизни. Мы же понимаем, что это очень русская ситуация, это предельно русская, российская ситуация, которая не может быть нигде, ни во Франции, ни в Аргентине даже. Это может быть в диком африканском племени, где жрец Вуду пойдет и сядет напротив хижины вождя и начнет раскидывать куриные обгорелые кости, а этот вождь начнет в своей хибарке корчиться и сходить пеной, потому что так велит ему ритуал. Вот это такая африка, она же африканская, она же и российская ситуация. Вам, вот, Аня, вам когда-нибудь надо, чтобы понять до конца, до глубин вот эту ситуацию, вам надо когда-нибудь побывать на войне, потому что вот первое ощущение, я вам могу сказать, вот вы ощутите себя на войне в таком волшебном супермаркете. Вот вы всю жизнь ходили в супермаркеты и привыкли, что масло стоит столько-то, хлеб стоит столько-то, молоко стоит столько-то, а тут вы оказываетесь в супермаркете, где все ничего не стоит. И вот это вот абсолютно ничего не стоящей жизни, это ощутить, увидеть, когда вы начинаете понимать, что жизни всех этих так называемых граждан не стоит абсолютно ничего, ведь я вот когда был на войне и наблюдал, я поражался точности высказывания французского офицера 1812 года, который описал свои впечатления, у меня пишет он, закрадывается подозрение, что гибель собственных солдат является единственной и настоящей целью русского командования. И если вы сейчас посмотрите, например, там замечательную книгу «Историю военных потерь», если вы вообще заинтересуетесь потерями, вы увидите, что не только во Вторую мировую войну, когда там вставая страна огромная, всякий всенародный подвиг и прочее, а любую войну Россия всегда заканчивала, имея потери в 5, 6, 8 раз больше необходимого и во много раз больше, чем у так называемого противника. То есть, вот эта вот грошовость жизни, которая является основой русской идеологии, вот эта вот, ведь имперщина, в этой имперщине на самом деле никакой сверхидеи нет. Имперщина возникает всегда, когда есть грошовость жизни, когда есть возможность власти безотчетно и бесстыдно тратить человеческие жизни для реализации своих фантазий. Это было и во времена Советской империи, во времена так называемого Ивана Грозного, и во времена войны 812 года и Второй мировой войны. И вот это вот отношение к жизни и к судьбе любого человека, как к чему-то, что власть может легко потратить, она очень интересным образом воплотилась именно вот в этой вот истории с бредущим якутским шаманом, который свою судьбу, свою волю, свою отвагу, свою убежденность и свои представления о добре и зле противопоставляет всей огромной машине. Он делает то же самое, что делали московские интеллигенты на митингах. Он делает то же самое, что делал Жуков или до своей посадки. Вот юный Жуков, который мне нравится. То, что делал артист Устинов. Но они все якутские шаманы. По сути, сегодня мы все эти якутские шаманы и уж кто-кто, а ваш телеканал Дождь так вообще шаманище. Это спорить не буду абсолютно. Александр Глебович, успею задать один вопрос про империю, хотя это вообще большой разговор, у меня есть ощущение, что мы не раз к нему вернемся, но имперчина, говорите вы, возникает там, где власть имеет возможность действительно не в грош не ставить жизнь собственных граждан и так попусту ей распоряжаться. Только не возникает ли... Мне хотелось бы понять, где курица, где яйцо и что было раньше, потому что не возникает ли собственно вот эта легкость обращения с чужой жизнью ровно потому, что на тебя навешан как там это называется, нимб, скипетр, вся символика этой империи и ты под гнетом ее понимаешь, что она уже жизнь человеческая в общем более-менее. Что из чего следует тут вопрос? Ань, отдельный долгий разговор, но мы можем скорее, ведь все познается в сравнении, да, вот почему чеченцы победили Россию. Потому что если, вот я поразился, с какой легкостью тратились эти жизни вообще бездумно, а чеченцы берегли каждого. Берегли, конечно. Да. и мы понимаем, что это просто разность подходов, которая обеспечена той самой культурой, с которой мы с вами начали разговор. Это разные культуры. И русская культура, как бы вы к ней не относились, как бы вам она не мерещилась милой коровушкой с влажными большими глазами, но это редкостная сука. она такая не то, чтобы милая, она такая не милая. И вот эти вот, поверьте мне, и все то, что происходит жуткого, это именно, это больше у нас замкнулся круг подозреваемых. Мы же с вами не идиоты, чтобы повторять за какими-то мединскими разговоры про особые гены. Мы знаем, что генетика такой фигней не занимается. И мы понимаем, что круг подозреваемых в несчастье этой страны весьма и весьма узок. И главным подозреваемым, с моей точки зрения, является вот та вот ее мифоносная, болезненная, бредовая культура, которая, собственно говоря, и сделала эту легкость отношения к человеческой жизни, эту имперщину сделала некой нормой. Вышло время у нас, Александр Глебович, этот разговор не заканчивается. Этот разговор ставится на холд и продолжается, мне кажется, ну, он более-менее в каждой программе продолжается, но мы вернемся к этому разговору действительно всерьез и специально. Спасибо большое, Меня не будет в следующий четверг, но я не смогу быть, у меня лекция. Ага, все, значит, следите за нашими анонсами, мы будем решать эту проблему. кодовое слово было письмо, кто догадался, тот молодец, это был паноптикум на дожде. Счастливо, оставайтесь с нами. Александр Глебович, вы супер, спасибо вам большое. Пожалуйста. До новых встреч. Ну все, курим, ругаемся матом.